Скорее всего уменьшится количество выдаваемых кредитов и количество ипотечных сделок, которые проводят в агентствах и в банках. Но, с другой стороны, банки, ужесточив условия по выдаче ипотечных кредитов, будут выбирать наиболее хороших заемщиков, у которых большой первоначальный взнос, у которых хорошая зарплата, официальная зарплата. Поэтому ипотека будет существовать. Люди будут, наверное, брать поменьше суммы кредита, чтобы не платить большую сумму ежемесячного платежа. Поэтому те люди, у которых есть большой первоначальный взнос, конечно, будут брать ипотеку. Конечно, покупка квартиры на рынке вторичного жильяк, как бы она есть, была и будет. Улучшение жилищных условий подразумевает собой продажу одной квартиры, покупку другой. То есть продали более дешевую, купили более дорогую, заплатили при этом некую сумму денег, которую не обязательно брать по ипотеке, а можно за счет средств материнского капитала, за счет средств каких-то кредитных банковских потребительского кредита, либо за счет средств накоплений.